Ежегодно в России проводится 1800 операций по трансплантации костного мозга для спасения от онкологических, гематологических и различных генетических заболеваний. Однако потребность в этой процедуре намного больше. Основным сдерживающим фактором является недостаток потенциальных доноров костного мозга. Одним из мест, где в России проводится HLA-типирование, является Казанский федеральный университет. Здесь при поддержке Росфонда создана современная генетическая лаборатория, проводящая типирование на уровне мировых центров. Проект регистра доноров костного мозга начался еще пять лет назад, когда Казанский федеральный университет вместе с благотворительным фондом Росфонд организовал предприятие Приволжский регистр доноров костного мозга. За это время в российский реестр было внесено более 45 тысяч добровольцев. Акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга» проходит на Казанском университете уже не первый раз. Сейчас вот в сентябре она приурочена к Всемирному дню доноров костного мозга. Отмечается ежегодно в третью субботу сентября. И вот в течение недели мы проводим ряд мероприятий. Все желающие могут присоединиться к нашей акции, могут вступить в регистр доноров костного мозга. Мы проводим и лектории добровольцы медики федерального проводят вот эти свои лекции, рассказывают о том, как можно присниться к этому движению, как можно вступить в регистр. В любой из пяти дней с 13 по 17 сентября желающие стать потенциальными донорами могут прийти в один из корпусов КФУ. Добровольцам будет предложено заполнить анкету и соглашение потенциального донора, издать букальные эпители и мазок из полости рта для пополнения регистра. По нему будет определенный уникальный состав генов, отвечающих за тканевую совместимость. И если однажды эти данные совпадут с данными пациента, нуждающемуся в пересадке костного мозга, донор сможет спасти ему жизнь. Донором может стать любой гражданин России, кто, во-первых, желает вступить в регистр, но и дальше у нас есть соответствующие критерии. Во-первых, это возраст от 18 до 45, во-вторых, вес, вес должен быть более 50 килограмм, чтобы стать донором. И отсутствие серьезных заболеваний, серьезных хронических заболеваний. Сюда относятся инфекционные, вирусные заболевания, ВИЧ, спид, гепатит, туберкулез, также бронхиальный астма, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания. Соответственно, люди, у которых есть эти заболевания, не могут стать донорами. Подробнее о Приволжском регистре доноров костного мозга можно узнать на сайте. Дополнительную информацию об акции можно узнать по телефону 292-72-70. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.